Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Наконец-то я взялась за голову и решила уже нормально на постоянной основе снимать для вас в прошлом режиме видео. Но обещать опять же не буду. Боюсь, что пообещаю, а потом не сдержу обещания. В общем, у нас крылышки низкие все, хотя они выглядят точно-точно так же, как и там. Это рецепт, супер рецепт моей мамочки, который набрал больше миллиона просмотров и очень много там положительных комментариев. Крылышки получаются один в один, как в KFC, даже вкуснее. И заказала мидии. Здесь у меня сок, соусы не поместились. Ой, встала сегодня очень-очень поздно, потому что вчера монтировала для вас влог. Вчера поздно пришла домой, гуляли с подругой. Остыло уже все. Пока это готовилось, мидии уже остыли. Но вкусно, очень вкусно. Берем. Кто не смотрел влог, я вчера купила себе золотое кольцо. Мне оно настолько понравилось. И почему-то в последнее время я заметила, что изделия делают суперлегкими, пустотелыми. Кольцо должно быть хотя бы 2 грамма. Когда я смотрю кольца, там, не знаю, полграмма в кольце. Но понятное дело, что это кольцо будет гнуться. Я вот такое себе купила классное. Вы знаете, есть точно такие же сережки, есть точно такой же браслет. Очень похожий на картер. Мне он очень понравился, но он стоит очень-очень дорого, потому что там много золота. И это домашние крылышки. Обязательно оставлю рецепт. Переходите, готовьте. Уверена, что вам понравится. Вообще, я золото покупать вчера не собиралась. У меня просто подружка, так как она моя подруга. Естественно, она опоздала. Я стояла прям рядом с этим магазином. Я думаю, гляну просто убить время. И как вы думаете, убила я просто время? Нет, конечно, я купила. Пока я выбирала, подружка тоже пришла. Я ей говорю, зацени, как тебе. Она говорит, супер, бери однозначно. На 100% согласна с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok. Жалко, я вам не сняла. Было точно такое же кольцо. Просто там был 1 грамм. А здесь 2,53. И вроде бы смотришь, одинаковые кольца. Но когда вот так вот смотришь на их состояние, то есть это было такое крепкое, упитанное, то есть не пустотелое кольцо. А оно прям было полупустой. Но разница в цене почти в 3 раза. Я решила взять потолще. Чтобы носить на постоянной основе. Чтобы не думать, что сейчас помнется, загнется, еще что-то. Я решила сделать себе подарочек. Мы столько походили по магазинам, что сегодня мы опять идем. Я увидела огромный набор маркеров. И мне, честно, захотелось его купить. Но он стоил... Сколько он стоил? Ну, тысяч пять, наверное. Сто с чем-то монат. Но там очень много цветов. И мне, конечно же, захотелось. Вы же знаете мой характер. Если Айке что-то захотелось, она должна это купить. Еще хотим пойти на шоппинг одежды. У нас вообще многие, знаете, что делают? У нас идут в молы. Например, в Зару. Выбирают то, что им нравится. Смотрят, какой размер им подходит. И то же самое заказывают из Турции. Из Зары в Турции. Так получается намного дешевле. Есть единственная проблема. Я не знаю, как это заказать. Я с этими турецкими сайтами вообще не дружу. У нас, кстати, есть она знакомая. Она постоянно ездит в Турцию на шоппинг. Там намного все дешевле. В год один раз они едут отдыхать в Турцию. И она просто без ничего едет и все покупает там. Потом прилетает с баулами просто огромными. Одежда на весь год. Там и костюмчики, и купальники. Все эти магазины там дешевле. В отличие, кстати, от покупных, эти у нас не очень острые. Поэтому мне очень нравятся крылышки. Возможно, я на некоторое время пропаду. Потому что завтра я иду к стоматологу. И мне надо вырывать зубы мудрости. Возможно, это произойдет. И мне нужен какой-то период на реабилитацию. Понятное дело, мукбанки точно я не смогу снимать. Я точно просто не знаю. Возможно, стоматолог скажет, что даже не надо их вырывать. Пусть остаются зубы мудрости. Я буду очень рада. Но в любом случае, я вам это говорю. Если я вдруг пропаду, что вы знали. Все в порядке. Я просто умер. Вы поймете. Видите, это не только очень вкусно, но и очень полезно. У нас почему-то именно морепродукты очень сильно подорожали. Хотя у нас все подорожало. Но именно морепродукты прям ощутимо. Где-то процентов, наверное, на 40 подорожало все. Те же креветочки. А когда все это дорожает, хочешь не хочешь суши доставки, им тоже приходится поднимать немножко цены. Что поделать? Те жеerdANT. вкуснотища сегодня я кстати тоже снимаю для вас влог возможно он выйдет завтра возможно я просто его удалю у меня закончился напиток вы подождете меня я сейчас себе налью я не учла что я верблюд прикиньте в огромном магазине в супермаркете не было ананасового сока пришлось взять мультифрукт но здесь составе тоже есть ананас я такая предсказуемая обожаю ананасовый сок мне всегда парень говорит что ты такая предсказуемая я знаю наперед что ты скажешь и моя коронная фраза над которой всегда угорает мой парень это а что здесь такого он например что-то говорит мне всегда говорю а что здесь такого всегда очень вкусно вот реально не то что я просто хвалю маму но просто это видео этот рецепт не зря набрал миллион двести просмотров на таком убитом мамином канале действительно вот Субтитры сделал DimaTorzok Подружке, кстати, очень понравился блокнотик, который я ей купила Чисто такой символический подарок решила сделать У нее была днюха, но она ее вообще не отмечала Но я все равно решила, ну, как бы, такой небольшой презент предоставить ей И у меня скоро день рождения Я вот всегда думаю над людьми, у которых, например, все друзья из одной компании Насколько же это, наверное, удобно В моем случае вот эта моя подружка, она не говорит по-русски абсолютно Она ничего не понимает по-русски А есть у меня подружки, которые вообще на азербайджанском не разговаривают Есть, которые не очень долюбливают друг друга И я не знаю, что делать с днюха И собрать всех вместе И все будут сидеть как-то, ну, с кислыми лицами Или отметить с каждым отдельно С каждым отдельно обойдется намного дороже, если честно Вот Ну, посмотрим Просто, например Есть у меня подруги, которые с мужьями Можно пригласить с мужьями вместе И позвать моего парня тоже И посидеть с такой обстановкой А потом, я думаю, есть еще подружки, у которых нету парней А что с ними делать? Они будут одни сидеть? В общем, не знаю, думаю я Что делать, как делать Мои любимые части курочки закончились Печалька Кстати, насчет прошлого видео Насчет квартиросъемщиков Почитала комментарии Я просто почувствовала себя лохушкой, если честно Я прислушиваюсь к каждому вашему комментарию Я все поняла Сделала кое-какие выводы Я просто пошла на уступку Прикиньте, одна из моих подписчиков Написала мне в инстаграм И говорит, что как раз в этой зоне я ищу квартиру И за эту цену я готова у вас снимать квартиру И ответила Он написал, что огромное спасибо Но пока что Я надеюсь, что они больше ничего ломать не будут Будут более бережно относиться к вещам Потому что в случае поломки Мы будем 50 на 50 оплачивать поломку Я наелась, было очень вкусно Спасибо, что досмотрели это видео до конца Не забывайте ставить лайки и подписываться С вами была Айка Пока